Посмотрите, какая рыбка плавает. Прям можно на нее поохотиться. Это то, что осталось от речки Можипсин. Она подсохла. Сейчас в море не впадает. И сегодня мы посмотрим с вами пляж Лагуна. Это пляжики возле реки Можипсин. Здесь такая тотальная застройка. Машинки паркуются абсолютно бесплатно. И мы с Ксюшей сходим до моря. Посмотрим на тот ураган, который здесь творится. Ветер дует довольно-таки сильный. 12 до 18 метров в секунду. Хорошо. И многих отдыхающих сдуло. Некоторые одеваются в теплые. В тени у нас сегодня 30 градусов. Вот тут вот иду по краешку тени солнца. 31,7 показывает. Если найти место, в котором можно спрятаться от ветра, то там хорошо и комфортно. По морю сейчас узнаем до днем. Потому что обычно, когда северный ветер дует, у нас водичка на море становится похолоднее. Здесь также остался еще настил, во котором можно гулять. С колясками очень удобно. И вот эта парковка. Я очень рад, что все-таки администрация нашла себе в силу сделать ее бесплатной. Потому что пытались огораживать территорию, продавать тут парковочные места. Но мы тогда вместе с вами подняли кипиш. И она потом опять стала свободной. Видно уже, что разбираются потихонечку теневые навесы. С левой стороны пляжики уходят в небытие. Потому что отдыхающих с каждым днем становится меньше. Сдувает ветром. Ну, в самом деле, уже на календаре, друзья мои, 26 сентября. Три часа. И у нас, какие-нибудь, 31 с половиной градус. Мы здесь зашли. Здесь ветер не продувает. И тут прямо 32. На глазах 32,3 температура растет. То есть солнышко очень быстро прогревает. В этом году здесь, на этом проходе, были многомойки и душевые. Вот с этой стороны вы можете увидеть. Довольно-таки удобно и комфортно. Можно было на них помыться. И пошли дальше на выход. Прикол. А душ-то работает. Мы туда шли, все сухо было. Можно ножки помыть. Вообще крутяк. Я думал, уже отключили ворну. Ух, она еще горячая. Правда, тут так смывает все. Все. Можно еще этот душ включить и полностью помыться. Не хочешь? Короче, это... Уйти! Да, и потестировать душ. В общем, вода теплая, классная. Спасибо за душик для ножка. Клево. Здесь есть переодевалочки до сих пор еще. Ну, я смотрю, что тоже там пляжик манчается. Чебуреки уже не продают. В этом году Артем наш дорогой здесь точку брал, жарил чебуреки. Пишите, если пробовали, вкусно или нет. У него была волейбольная сеточка осталась. Мусорки стоят. Здесь еще частично лежачки сдают. Ну, особо некому. Может быть, конечно, еще пораньше, если прийти, людей было больше. Хотя обычно сейчас все выходят наоборот попозже. Зато море без волнения. Красиво выглядит. Ну, ветерок, конечно, дает дрозда, когда выходишь из воды. Вчера Благовещенская. Я показывал место, где бруссер. И там было довольно-таки комфортно купаться, выходить. Вот, смотрите, находки. Даже вот на таких убираемых пляжах стекла есть. Так что всегда смотрите. Те места, куда вы приходите отдыхать, чтобы сидеть непорядочно. Потому что, видите, острые края. Прямо секунда делов и все. Так, и там из-за того, что вот бруссер этот не давал просачиваться ветру, было вообще классно. Вода там была чистая. Здесь немножечко водорослей присутствует. Ах, ёк-макарёк, какая она холодная. Ну, не сказать, что там, знаете, прям много водорослей стоит. Потому что, в принципе, все комфортно. Да, и людей вроде бы можно разглядеть, которые здесь есть. В общем, над морем температура воды 33 градуса. Сейчас замерим в воде сколько. Видите, не спеша так выходят люди, потихонечку подсыхая. Как тебе водичка? Ну, да, по ощущениям, действительно, прохладненькая. И давайте посмотрим в сторону джимотэма. Немного уже людей напряжут. В течение, что ли, холодное? Нет, ветер отгоняет. Это Авеллинг называется. Вчера потеплее было. Ну, влаги, потому что там от берега не отгонялась водичка, поэтому потеплее. Ребята и на сапах ходят. Даже голубой пирс джимотэма отсюда видим. В принципе. В общем. Пустеют пляжи, да? Прямо непривычно видеть их в таком состоянии. Хочется, чтобы снова было много людей. Это в сторону пляжа Кавказ. Мы сейчас с вами осматриваем наши достопримечательности. Но, к сожалению, сезон потихонечку заканчивается. Может быть, если еще тепло продержится, прогноз у нас очень хороший. Но на выходных еще приедут ребята с края на отдых. Будем смотреть. За этим и держать, как говорится, вас в курсе. Температура воды меньше, чем вчера на 0,6 градусов. Мы вчера мерили, было 24,1. Вот ты сейчас походила, привыкла уже к воде? Вот, видишь, а ты говоришь, что нет. Холодно. Хорошо еще. У нас, кстати, к вам очень интересные новости. Мы собираемся уже выезжать. Куда? Уху, уже насобирали нужные нам вещи практически. Ну, я думаю, что мы по-любому чего-то забыли, что-то не взяли. Ходят люди, чтобы было не сильно холодно, как говорится, выбираться из моря. Так вот, по-любому что-то не взяли и чего-то будет не хватать. Уверен в этом. Вы пишите, если что. У вас есть шанс до утра подсказать, что там еще надо. Ну и ждите. Я думаю, будут стримы, на которых мы с вами увидимся. И можно будет обсудить. И поучаствовать в нашей поездке. Ну, хочу поблагодарить всех тех, кто нас поддерживает донатиками. Дущие ребятки, благодаря вам, эта поездка и состоится. Несмотря на то, что бензин подорожал и продолжает, как бы, не опускать, как говорится, цену вниз. Хотя, говорили, сейчас вот, пошлину наложили. Не будут вывозить его из России. Все, ценник пойдет вниз. Как-то в это называется? Фигура из трех пальцев. Которая, на самом деле, вот так вот-то выглядит. Ай. Ай, ну не брызгай. Брызгай. Это морской брызгай. Откуда это вредные женщины берутся? А? Откуда? Да. Пип. Женщин в лучи не слушают. Они начинают говорить всякие разные гадости. В общем, ребятки, еще раз всем спасибо, кто нам помогает. Вам всем привет, Черноморский. С вами был Юрий Азаровский. И Ксю. Увидимся в прямых эфирах. Ну а сейчас моречка звучит для вас, дорогие мои. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну а теперь. Увидимся в следующий раз. Ну а теперь. Девочка. Увидимся в следующий раз. Увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok